АНИТАЛЬНЫЕ ЛИЛМОДИ Можно ли учиться и стремиться понять это в чувстве, как мы говорим, о том, что нет вообще никакого понимания в разуме? Это не относится одно к другому. Мы должны стремиться почувствовать это, прочувствовать это, реализовать это в нашем чувстве, создать некую модель в отношениях между нами. И тогда этим мы повлияем на наши желания, и они обретут ту форму, о которой говорит книга. Как можно очутить чувства, дочитаешь без того, что ты связываешься умственно с текстом? Соединись, постарайся соединиться. Твое желание определяет. Но как сделать это в такой форме, чтобы это было так более глубоко, а не просто читать то, что даже не входит прямо тебе в ухо? Из твоего усилия почувствовать это, понять это, реализовать это в связи между вами. А относительно Творца молитва? Вы подошли к ТЭС с очень хорошей подготовкой. Вы учили много и знаете все эти вещи вокруг. Сейчас вы подходите к построению духовного КЛИ. Спасибо. Да, я не... У меня не получается. Я не слышу. Извините. Как не читать текст так, что это просто проходит рядом с твоим ухом, и ты не связываешься с ним? Гамзе Корея, Гамзе Корея, И это тоже происходит. Я это тоже прошёл сам. Я знаю эти вещи. Когда воспринимают это чисто в разуме, так умозрительно, и нет выбора, так каждый... Есть такие, кто сразу чувствует или хотят почувствовать. Есть такие, кто наоборот понимают разумом и хотят эти все вещи изобразить, нарисовать. Есть проблема. Когда те, кто воспринимают разумом, и те, кто воспринимают чувством, на самом деле правда находится посередине. Когда ты... Все эти формы, формы, которые ты... И образы, которые ты изучаешь, ты должен рисовать в своём чувстве. И переводить все эти игулим, йошер, цимцумим, все эти термины в действия чувственные. Поэтому представляй их, как ты выражаешь их со своими товарищами. поделать это действие, я должен каким-то образом связаться с текстом, понять его, постараться... Нет, ты должен стараться соединиться с текстом и видеть в тексте и реализовать то, что пишет текст в отношениях со своими товарищами и с Творцом. Это можно разве сделать, когда ты не понимаешь даже слово, что написано? Именно таким образом ты поймёшь, о чём говорится. Ну, как-то не превращается во что-то, что как будто бы... Ну, я что-то читаю, которое вообще даже не на языке, которое вообще не понимаю на этом языке ничего. Так дают маленькому ребёнку ложечку, там, с чем-то. И он пробует. И тогда ему объясняют, что это. и он помнит вкусы. И помнит, это вкусно ему или нет. И, соответственно, с этим мы начинаем умнеть, исходя из того, что мы собираем вкусы и так продвигаемся. Это называется уже постижение высшего мира, когда ты входишь как бы в новое место и тебя тебя учат вкусом. То есть, что происходит в этом новом месте? Спасибо. Главное постараться производить действия по отдаче между товарищами. Из этого вы начнёте ощущать, о чём говорится, что называется отдачей, что может быть выше моего желания получать и так далее. Вот эти различия, эти определения, это главное, они раскрывают глаза. отдачей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!